Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире информационная программа новости в студии ТОИРПИРОВА. А четвертая сессия Маджилиси Мили Маджилиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва. Четвертая сессия Маджилиси Мили Маджилиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва состоится 9 декабря в 14 часов в Душамбе в актовом зале Маджилиси Мили Маджилиси Оли Республики Таджикистан. Регистрация членов Маджилиси Мили Маджилиси Оли Республики Таджикистан проводится 9 декабря с 7 до 13 часов в организационном отделе Маджилиси Мили Маджилиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны для справок 221-98-35, 221-12-47. О четвертом совместном заседании Маджлиси Мили и Маджлиси Намуэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва. Четвертое совместное заседание Маджлиси Мили и Маджлиси Намуэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва состоится 10 декабря 2020 года. В 9 часов в зале заседания Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Регистрация членов Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и депутатов Маджлиси Намуэндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан производится 9 декабря 2020 года с 8 до 17 часов и 10 декабря 2020 года с 7 до 8 часов на первом этаже здания Маджлиси Оли Республики Таджикистан, кабинет номер 1. Телефоны для справок 221-98-35, 221-89-35. Далее. Сегодня в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан в режиме видеоконференции состоялось 11 заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Китаем. Во встрече приняли участие представители Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерства торговли Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика является одним из крупнейших деловых партнеров и инвесторов Республики Таджикистан. В ходе видеоконференции стороны выразили свои взгляды на усиление процесса реализации инфраструктурных проектов Республики Таджикистан. На встрече также рассматривались реконструкция внутренних дорог городов Бохтар и Куляб, а также района Куляб-Муминобод. Для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества реализуются инвестиционные проекты по приоритетным направлениям, включая быструю индустриализацию страны, создание малых и крупных промышленных предприятий, развитие логистической и экспортной инфраструктуры, внедрение цифровой экономики, создание технопарков и т.д. В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное заседание в жизни общества. С целью еще большего привлечения молодежи к чтению книг в стране объявлен республиканский конкурс Фуруги Супки Доной Китобас «Мудрости, зари, сияние» – это книга, финальный тур которого проходит с 7 по 15 декабря в Национальной библиотеке. В Национальной библиотеке Таджикистана с 7 по 15 декабря проходит финальный тур республиканского конкурса Фуруги Супки Донуи Китобас «Мудрости, зари, сияние, книга». Республиканские конкурсы Фуруги Супки Донуи Китобас и «Таджикистан. Родина, любимая моя» организованы благодаря инициативам президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, с целью повышения интереса к чтению, поиска новых талантов, обладающих ораторским искусством, уважения к национальным и культурным ценностям и укрепления чувства самосознания. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан проводятся в таких номинациях, как декламация наизусть произведений классиков таджикской литературы, декламация произведений современных таджикских литераторов, декламация детских стихотворений и таджикских народных сказок, декламация наизусть произведений мировой литературы. Финальный тур республиканского конкурса «Фурухи Субхидону и Китобас» проходит в Национальной библиотеке Таджикистана в пяти специальных залах для каждой номинации, по которым проводится конкурс. Количество участников финального тура конкурса составляет 267 человек в пяти номинациях. Мастерство участников конкурса в каждой номинации оценивают семеро членов жюри из числа известных ученых, писателей и педагогов страны. С незапамятных времен таджики почитали науку, знания, просвещение, уделяли особое внимание воспитанию и учебе подрастающего поколения, породили гения, в которые внесли великий вклад в развитие мировой культуры, науки и литературы. Эта тенденция продолжается и в наше время. Труды таджикских ученых и сегодня ценятся высоко. В период независимости развитие образования стало одним из основных направлений нашей государственности. Изучение наук, техники и новых технологий получило приоритетное значение в жизни общества. Зумрат Файзиева, Дельшодихушвахт, Новости. В Душамбе полным ходом идут мероприятия по посадке саженцев. Но при посадке саженцев необходимо соблюдать агротехнические правила, ведь сам процесс посадки деревьев очень важен. Во многом именно от него зависит, превратится ли саженец в прекрасное растение или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Во второй половине ноября, начале декабря этого года погодные условия в стране были благоприятными для посадки саженцев. В Душамбе официальный старт мероприятием по озеленению был дан 10 ноября. И на сегодняшний день в разных районах столицы уже высажено более 45 тысяч саженцев декоративных деревьев. Но из-за несоблюдения агротехнических правил при посадке саженцы усыхают, что приводит к финансовым потерям, а также напрасной растрате рабочей силы. Первостепенное значение при посадке саженцев имеют выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны, грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки, правильный последующий уход. Ученые из Таджикского аграрного университета имени Шириншо-Шох Тимура считают, что внедрение новых технологий посадки, выращивания и ухода за растениями, а также соблюдение дистанции между деревьями принесут эффективные результаты. Посадка и уход за растением должны быть адаптированы к почвенным и климатическим условиям каждого региона. Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Важна не только глубина, но и ширина посадочной ямы. Для растений важно иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием слои почвенного горизонта. Также посадка деревьев в дождливую или снежную погоду положительно влияет на рост и развитие саженца. Если соблюдать необходимые агротехнические правила, то уже в ближайшие годы мы будем наслаждаться красивыми зелеными улицами. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвах, Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы. Дельшоди Хушвах